Шкода сменилось руководство. Бывший глава подразделения Volkswagen Group в Южной Африке Томас Шефер сменил Бернхарда Майера на посту генерального директора чешской марки со штаб-квартирой в Болеславе. СМИ решили взять интервью у нового топ-менеджера, в ходе которого он поделился планами на будущее. Томас Шефер отметил, что будет придерживаться стратегии до 2025 года, выработанной его предшественником. Также новый генеральный директор Шкода пообещал реализовать свои собственные идеи, которые выведут чрезвычайно успешный бренд, на новый уровень. Далее он уточнил, что план состоит в том, чтобы составить конкуренцию корейским, японским и французским производителям, охватывая больше доступных сегментов в стремлении расширить клиентскую базу. Именно тогда Шефер кратко упомянул о Фабии, объявив, что модель следующего поколения выйдет на рынок в 2021 году. Он не вдавался в подробности, только сказал, что это будет отличный автомобиль, и что его ожидание от обновленной модели будет на уровень выше. Не исключено, что малолитражный хэтчбэк перейдет на платформу MQB A0, которая лежит в основе таких автомобилей, как Volkswagen Polo и Seat Ibiza, а также более «модный» Audi A1. Зная, какую архитектуру он будет использовать, мы можем представить детали, поэтому стоит ожидать появления трехцилиндровых бензиновых двигателей, поскольку Фабия вряд ли получит 2,0 TSI от Polo GT и Audi A1. Дизельный двигатель в наши дни в европейском сегменте B больше не имеет особого смысла, особенно с учетом более строгих правил выбросов и того факта, что бензиновые агрегаты теперь более эффективны, чем когда-либо. В качестве трансмиссии будут использоваться 5- и 6-ступенчатая механическая коробка передачи 7-ступенчатый автомат, с двойным сцеплением в зависимости от мощности силовой установки и комплектации. Мягкие гибридные технологии появятся на Фабии после дебюта на новой Октавии в конце прошлого года. Это еще больше снизит выбросы и потребление топлива, что позволит угодить регулирующим органам. Зная методы работы компании, Фабия следующего поколения должна стать больше и просторнее, чем ее аналоги из семейства VAC, поскольку Шкода – это практичность по доступной цене. Будет интересно посмотреть, получит ли новое поколение модели кузов «Универсал», учитывая, что теперь есть кроссовер Камик. Обновленная Шкода Фабия должна подорвать продажи своих немецких и испанских собратьев, хотя и ненамного, поскольку разрыв в ценах в последние годы сокращается.